Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно! Христос воскрес! Номер 153. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы 12 мая 2016 года за этот день. Дальше объясняю краткая маршрутка как проехать потому что на день деревни мы разрешаем приехать именно в этот день я уже сказал какой распорядок с 8 у нас литургия идет может митрополит приедет вот вот считайте тормозите и себе перепишите как проехать потому что засветло ну пораньше выехать их восьми уже будете здесь а то хоть посмотреть другое время нет возможности один раз и первый раз за 25 лет открыто так публикуем что можно приехать но только заранее получить разрешение чтобы видно что человек не курит но и проще предупредить дальше дается телефона бывает кто-то собирается без машины на крещение ехать тогда дополнительно еще 7 телефонов даю когда узнаем человека у кого братьев есть машина видите тут skype мой вот тоже все можно увидеть и дальше даже пешком вот виталий приехал встретимся с ним опять запишем его как он тут побыл вот обратное средство выехать как что были кто приезжает так юрий соболев пишет мир вам и дома вашему игнатий тихонович посмотрел новый ролик событий важным для себя услышал ваш пример о директоре севере владимир митрофановичи это главный рыбак алтайского края мамонтовский рыбокомбинат село мамонтово с которым мы сидели в одной камере который перед принятием важного решения задавался вопросом а как бы поступил или сказал сейчас игнатий тихонович при том это говорит жене и говорит рабочим когда его опять избрали директором и вот как поступать идти не идти директором и он его призвали на собрание он говорит я вот с одним сидел про меня рассказывает он поступал так то он бы сказал иди надо восстанавливать падшие хотя это речь идет не о вере а о том чтобы предприятие поднять людям было легче жить вот так вы на этом месте еще пошутили о зомбировании то есть я сидел с ним зазомбировал коммуниста да это так часто ловлю себя на мысль о том же самом стал рассуждать почему пришел к выводу что происходит это от того что я как и иные люди соприкоснувшиеся с вами получил зримое и мыслимое свидетельство настоящий искренне бескомпромиссной живой жизни во христе но это мне и кгб подчеркнули все я же арестован был меня исследовали на мне было задействовано 12 кандидатов наук мои труды разобирали там судили по разным городам страны по республикам теперь это другие государства по украине по казахстану по киргизии в этом свете чрезвычайно важно подчеркиваю это все ваши видеоролики как свидетельство этого необычайного феномена простите за нескромность вас имея ввиду милостью и благодатью божией ну бог это дал не мое благодать божия это но я не такой не таким меня бог создал не такого роста не то ну не такой шесть этого вот исследовать приезжает мало того приезжают очень большие люди как приехал игумен кирилл сахаров тоже зазомбировался видать здесь и горит игнатий не входит ни в какую ячейку вот как разбивает людей по каким графом никак это целый континент отдельно все разбирает по любой области но ты не мое моего там еще нет у меня нет специального образования это прямо то что умирают когда скажешь но это не мое свидетельство свидетельство абсолютно всех людей кинорежиссеров профессоров в университете где был представьте 21 тысяча студентов идет ректор увидит раскинет руки обнимает целует и сколько студентов не было сидит профессорский состав он вот так вот поклонится я преклоняюсь перед этим человеком на меня да еще раз поцелует это же самое делал мэр мэр города барнаула баварин владимир николаевич а ректор и всегнеев владимир васильевич это в лучшую в десятку лучших мэров ходил как ехали мы один раз машине с ним с мэром так он аж вот так вот вывернулся на меня это вы в моем городе живете да ваше имя в аналог города будет записано это что что вы делаете заключенными на ноги помогаете вас оставлять дети занимаетесь в десятки лет с детьми без помощи государства это не вообще у нас такого больше нигде нет но нету это не моё повторяю в этом христос виден и никто не злобится только попы особенно миссионерские отделы соприкоснулись у него совесть выжженная совершенно вот как лютые звери кидаются я свидетельствую вам что ну определитесь пока пока я еще не умер то задайте вопрос какой как преподаватель преподает в университете в академии государственных юрий соболев красноярске и ведет курсы при епархии учит московский патриархат зная важности живого собственного примера для обучающихся понятно что и плохой пример это пример как не следует поступать и посослаться на хорошую и умную книжку мало нужно показать как она была практически воспринята тобою для нас христианин же есть одна такая единственная книга для нас христиан книга с большой буквы библия но на кого мысленно и на тихон еще ориентируется и на это ответ выдавали неоднократно на христа на апостолов как еще через слово божие верою в этом не видится притворение слов господа и она 2029 иисус говорит ему ты поверил потому что увидел меня блаженный невидевшие уверовавшие первая часть относят ко мне а вторая часть к вам ну все а боготворил игнатия тихо значит скажут нет же точно так как на доске мы видим зримую икону бога так и в живом христианине видим чувственную и интеллектуальную икону бога почему доска может а человек прямо названный образом божим самим богом не может нет вот а вопрос мне еще никто так вопрос не ставил то вот такое суждение слава христу ныне и пресной во веки поклон вам мысль пришла священник это духовный акушер ибо крещение понимается как рождение в жизнь во христе интересно что божественное установление рождение а настоящее рождение исключительно духовное связано с мужчинами акушерами исключение здесь редко а физическое с женщинами поветухами вот интересно как павел горит я родил не рады принимал у меня я родил через кого обращается он является роженицей не акушером не акушером и ведь это на страницах святой библии подчеркивается неоднократно авраам родился а тут на другом речь идет исаак родил и акова яков родил иуду и братьев его родил не роды принимал очень наш тущий на небесах ибо хотя у вас тысячи наставников во христе но немного отцов я родил вас во христе иисусе благовествование почему немного ну после павла другие были какие-то другого родились но таких немного было в общине остальных то я родил говорит вот у меня община она практически почти все пришли через благовестие в университетах так а сколько других то местах которые обратились то у нас были которые ушли белокринецкую иерархию они за славянский язык мы им говорим так вот сарабрятся рядом у них сами благословляемых идите туда если вам нравится тот мы за русский язык чтобы не мучились сколько уверовал людей которых сбили отбили но остальные то здесь вот такое открытие в кавычках я отвечаю да так оно и есть и что считается редким исключением из обычного привычного о том даже сказано что сиение есть даже пример для подражания и повеления но более как пример для удивления и вопроса рождения никогда не ставится даже как именно задумку родить воплотить жизнь просто соите то есть муж женой сошлись усложнение со сном и как некое молоко сгущается в творог и миллионы чудес совершается во тьме хотя в книге зачавшиеся кандидата в жизнь записано до самых мельчайших поворотов и дум в его книгу до последнего вздоха скажет а что это молоко творог а считай ее в 10 10 легко запомнить не ты ли вылил меня как молоко и как творог сгустил меня кожи и плотью отдел меня костями и жилами скрепил меня то есть ну мясо то оно плоть то что кожа то это студень а вот именно кости и жилы жилы это сухожилие то же самое слово жизнь и милость даровал мне и по печенье твое хранила дух мой я пишу никакая грамота опыт пособия от вышестоящих ничто не поможет чтобы по заказу родился да еще и без изъяна только бог и назначено сначала заплакать что родился в юдоль печали и сферу приготовленного сгореть контроль за родами комитеты и консультации о регулировании семьи сегодня есть такие комитеты имеет только один смысл сколько все же оставить живых и сколько то есть все 120 миллионов за 20 лет перестройки изорвать внутри утробы столько погибло этого безразмерного гроба и освенцима с колымовой вот точно ту же роль играет измысленные дьяволом миссионерские отделы при патриархии и в иных подобных ересях родить произвести на свет правильно на это нет ресурсов нигде и не будет может родиться идиотом слепым глухим и извращенцем точно так же от человеческих комитетов и отделов по рождению свыше миссионерских дыр в преисподнюю тут все должно быть только от бога как говорит святой иоанн златоуст чтобы обратить человека к истине родиться свыше нужны тысячи талантов все от бога и в преизобильной мере дарует жизнь и жизнь с избытком а чтобы крестить не нужно ни одного таланта но достаточно быть рукоположенным законно и не быть запрещенным за грех повторяю тысячи талантов а это что это миссионеры такие должны быть там набирает любое ну выходит на улицу литует просто ну неужели этого не видно но одно слово не так сказали уже пожирают человека привязываются куда-то бегут к властям на кришнаитов на других жалуются сумасшествия и кого-то обратишь вот показывают православные как воюют православные воюют я могу даже ролик показать но к нему привяжутся тут как они стоят сектанты торгуют непонятно кто и как идет крестный ход и как попы у них там лавочки книжки все заливают из воды прямо из ведра вот пример оставили на они в это время снимали все сняли показали лютые волки ну где павел ходил водой заливал кого он увидел жертвенник но явно язычество вообще к христу не имеет отношения а книги то залили там библии евангелие было то дурь собачья притом забор как собаки кинулись и впереди их идет собака впереди попов собака подбежала к ним она не тронула то есть хуже собак это ролик если не видели зарядите я могу его потом вам даже назвать его так почему это совершается через мужчин и 12 апостолов все до единого мужчины потому что женщина слабый сосуд утлы легко склоняемые малыми ветрами в левую сторону как никто сказал что в человеке есть только одна кость кости которая нет мозга это ребро изогнута при том ненужную сторону в левую минимум на 25 процентов жена глупее мужа то есть муж умнее жены это в абсолютном большинстве это опыт и прошли в англии юрий снова пишет благодарю за такое обстоятельное разъяснение дополнение моего открытия в кавычках игнать тихоныч после ваших роликов или проповедей книг тем паче у меня заметил начинается бурная интеллектуальная активность милостью божией как мысль зарождается в сознании вот ведь божественно то чудо и чудес я отвечаю легко убеждать или зомбировать тех кто истинный в полноте верит в истинность и полноту слова божия святой библии им только укажи на склад полку и бутыль где-то лекарства ты они и на латыни не заблудятся а кто ненавидит детей божих это суть антихристы в рясах или бизонных в миссионерских отделах затаившиеся оборотни полновесные и запла заблокированные частым исповеданием грехов то есть не исповедованием своих истинных лютых волчьих грехов и потому дышащих смертоносно как аспиды и сказочные горыныши они не знают бога они не любят его великое слово как великого и страшного правосудие господина жатва может быть у дворкина видели он проповедует но нет этого нету он вообще не верующий человек узнать как напасть под закон как было проверьтесь кому подчиняйтесь господь сказал о них как о гробах полных смердящих костей почему они так и влюблены в трупы птицы подобному слетаются мы дальше я взял уже и священного писания у меня всегда это курсивом жирным и красным что мы любим детей божьих узнаем из того когда любим бога и соблюдаем заповеди его потому и нападайте что слово божие не любите бога не любите причина ты не во мне вы под метелку метете а своих которые там изверги вашего класса одинаково вы их гладите почему вы не останете против архиереев которые самовластвуют что попало делают деньги из вас дерут в три шкуры со священников псалом 64 страшный в правосудии услышь нас боже спаситель наш упование всех концов земли и находящихся в море далеко я сегодня получил поздравительную из города иваново от мы из монастыря обведенского амросе юрасов всегда пишет вот он говорит бог никого не наказывает то есть я такой добрый стоит ли припираться за бога когда прямо написано страшный делайте воздавайте обеты господу богу вашему все которые вокруг него да принесут дары страшному с большой буквы имя его страшный как же его не бояться то принесут дары страшному понимаете как этот надо знать где 75 псалом это одно место в библии где так называется он отдельно это ну это страшный правосудие можно сказать что это прилагательное там определяет какой а здесь имя и имя его страшному лука ну евангелие от луки если мы начинаем считать то я сразу его выделяю иисус сказал ему предоставь мертвым погребать своих мертвецов а ты иди благовесту и сарствие божие то есть благовестовать и погребать не совмещается не можете служить богу и мамонии говорит одного любить другого ненавидеть так и здесь слава боже не знают благовествовать не хотят с трупами возятся как показывает старообрядцы там митрополит или епископы стоят моет отпиленная ступни ног сантиметров на двадцать пьяцы конечно в болезни там были скрюченные как и вот в воде свином омывают куда как воду девать пьют они не знаю я серахов птица слетается к подобным себе истина обращается к тем которые упражняются в ней ну раз мне не упражняются никакой истины то и нету юрий благодарю за назидание игнати тихонович сейчас досмотрел еще два ролика ваших словно устами к устам с вами побеседовал спаси христос антон моргунов слава христу на тихонович модно можно вопрос этому модно вот видишь что я не переправил потому что не видел можем вопрос мне бы хотелось уточнить так сказать нюанс обязательно уже иметь крестильную рубаху или можно еще как то ну халат сделайте белый халат чтобы на вас был крестильную рубаху белая принято с первого века так было на форуме вашем я видел на фото что владимир пащенко крестился в одних простите трусах или может это не было крещение просто пирс строили ну да пирс строили а может быть крестился я не знаю но обычно у нас и халаты есть белые специально ведь главное это само крещение правильное троекратно правильно правильно когда вообще одежды на человеке не было когда крестили я впервые это увидел в переделке на подмосковье под москвой дача писательская и там храм филиппа митрополита филиппа убиенного скурата и задушина при руках по указанию ивана грозного и я крестил имеют ввиду крестил принимал крещение крестным стал у еврея отца наума израилевича и там купель большая чистая вода ну там по грудь воды будет я говорю ты только полностью погружайся а тут ширма висит вот так вот священник не заходит он снимает себя все не ниточки на нем нету голый заходит в воду а он спортивный такой ягод и под водой то полностью быть так он под воду там опустился руками голени вот так колени охватили сидит я ему кричать то не могу в воде он не услышит а батюшка руку просула под пологом сюда чтобы за голову задевать батюшка его не видит я стою рядом под водой сидит и я стою рядом он когда вынурнул отец во имя отца он его погрузил теперь во имя сына я не успел еще сказать он опять руками но ноги обхватил калачиком вот так вот и опять погрузился и там есть я видел как полностью голый а одежду нам даст сам господь чтобы мы не были ногами правильно это одежда суть из добрых дел веры но тут мы сами даже трудиться в деле крещения это важно так принято важно конечно посмотрите даже крестят сектанты баптисты и эгоисты все в белом одеты все везде и всюду все знают чего ради мы православные которая сохраняет истину и даже по-другому делать они крестят на спину опрокидают это положение во гроб это не в смерть крестову смерть это прямо я говорил говорил и сейчас нашел две какие-то ну как ереси какие-то динаминации конфессии это все ересь это таких слов нету динаминации конфессии и они крестят прямо вертикально вот так вот то ли из-за того что услышали где-то это держите так в деле крещения товар же важно спаси христос за вашего разумления заранее ну заранее не заранее и знали что отвечу вот теперь мы посмотрим что у меня есть в интернете вот это вот наша страница вот смотрите сейчас я покажу это вечером я ставлю два стихотворения занятия были по скайпу и вот написано что номер 49 занятий потеряевки таких занятий 123 и мы их начитывали начитывали и поэтому выставляю не я выставляют модератор администратор у нас группа большая около 15 человек наверное которая помогает делает финансирует и вот они там это ставят закачка у меня очень трудно идет я только утренние закачиваю и они там это двигается каждый день то у меня то 10 то 12 роликов в день идет и далеко далеко там они где-то и когда я их открываю а они не выставляются уже в этом вот вот здесь на нашем видеоканале их не видно они открываются ну допустим на 105 месте где вы найдете так вы заходите нам в мой мир если вам это нравится и вот увидите вот она где дальше что у нас идет но каждый день это рядом выходит 151 и вот 30 ответы ответы которые я даю и через эту сейчас расскажу на наш сайт вот здесь вот 4124 вопроса ответа справа вот это и вот я сейчас помаленьку их начали озвучивать ну братья уехали я уже не могу и они тоже отодвигаются новыми роликами но и не попадают сюда а вот сюда я их отдельно выставляю на моем мире они есть вам искать не надо будет заходите мой мир mail.ru игнатий лапкин и вот здесь вы найдете их и тут же житья святых выставляется ежедневно начитано на 80-е годы вот вот здесь как я выиграл шапки а если другой листик есть я с голубем это копирует контрольный тут уже нет ничего так теперь переходим мы на форум и вот на форуме вот это форум вот как он выглядит православный форум пишет миша кац добрый вечер посмотрел ваше видео очень классная песня я знаю какое видео это посмотрел песню день победы вот на день победы отзывов ну допустим 200 отзывов из них сто девяносто восемь положительная классно понимаете как верующие а язычники прямо лопаются до того и мне нравится где-то а почему сестра моя попросила говори воистину воскрес отец нет завтра утром и вам передал вам чтобы позвонили куда надо не называть тут имена ничего позвони куда надо там пришли для вас библии новые заветы и другие книги хорошие только сам позвони туда у меня просили сказать все тогда никуда туда поедешь куда сказали привезли с новосибирск опять заказ по вам вы хорошо трудитесь и много туда идет узнать а может быть может за дорогу надо не за дорогу деньги платит сама там кто получает все с богом отошел с богом благослови очень хотя спавел вермоленко его патриархия загнобила а он сейчас перешел там истинно православная церковь называется тихона пасечника новом в омске архиепископ вот классная песня игнать я бы хотел вам задать один вопрос я вчера видел одно ваше видео вы там говорили про православных святых если точнее вы утверждали что некоторые святых русская православная церковь канонизировала по глупости и что у этих святых много крови на руках могли бы вы написать какие-то именно святые а так я с вами согласен в нынешней православной церкви много чего неправильно или видео есть или что я вам назову иосиф волоский первый русский палач сталин православный он весь из одной крови состоит он гундел и гундел там князя подбивал когда мы же православные не даже еретиков казнить там жидовство еще ничего не доказано пыхтел и пыхтел наконец сидит с ним за столом не монашеское дело тебе делать наконец натравил его и начались казни инквизиция началась в россии иосифа волоского за что канонизировали нил сурский понятно тут вот определить это первое второе федора ушакова за что канонизировали заказ министерства обороны был вот вот что ну глупости всякие делают теперь канонизация суворова готовится говорит талькова и сталина жукова еще то есть ни перед чем не останавливаться вот ветеране они уже вот сталина прямо с нимбом стоит с одной стороны димитрий донской стоит а с другой александр нецкий у меня это иконой он в книге даже есть и стоит в бурке в руках держит библию или какую-то книгу иосиф сталин святой иосифе моли бога о нас большего палача то не было но неофициально это еще пока только отдельные священники это делают а в латвии канонизировали адольфа гитлера шик или грубера вот со священом или как он стоит в нимб на голове у него все я говорю это за что как за что да ты заодно то что он евреев убивал за это стоит канонизировать потому что это нации весь мир угнетает игра ничего себе поэтому они прокляты это авраама всеми его трогать нельзя только благословлять библия говорится никогда против евреев не воюй и наше житья тебе не будет и не надо обвинять что президента что там он неправильно что там возжигает это не надо делать а гнать не надо не надо гнать и надо благословлять чтобы обратились ко христу вот видео такое специально где-то поминаю я так может быть видео ну вот так михаил миша даже не знаю сколько сроком жизни вот олег тучков интересно как ну тучков это был главный гонитель патриарха тихона вот который погубил его но тучков я еще не знаю что вы кто вы какой веры там чего расстегнуты это чисто масонский знак расстегнуты застегните на все пуговки бороду не трожьте то что пишет добрый вечер на тихонович если можете скажите свое мнение в отце александре калинине у него свой канал на ютубе и он почти жененно в прямом эфире записывает проповеди размышления свои он как-то давно выходил с вами skype хотелось бы знать ваше мнение о его деятельности вот интересно я с кем выходил skype очень много но тут уже я не знаю сотни и сотни людей и разные люди все спрашивают я предполагаю что то он сам спрашивает зачем мне нужно о нем мнение то вам говорит то это на вашем спасении никак в нашей жизни встречи лично не было я ему говорил вот это что он обмирал это обман от дьявола обольщение не делай этого отойди от этого трудись и когда подписывается александр христианин и не говорят православный православный это уже не православный православный никогда так не подпишется он обязательно пишет православный и он не православный это абсолютно точно не посты не соблюдаете чего я его эти канал не видел не знаю да благословит его господь а что было было одно время он ролик наговорили и счета ему стали говорить и так не понравилось он он давай жаловаться в youtube в администрацию это шоковое состояние для меня было вещь невероятнейшая любыми путями чтобы нашу беседу в скайпе убрать ну что это нормально ясно дело что близких отношений у нас пока не предвидится никак я к нему никаких претензий не имел и не имею только одно говорю начиная работа где работаешь нигде обмирал там где-то что-то обмирал я только начал смотреть и вижу там ничего нет христианского то обман а люди падки на это ездить везде говорит обман сущий обман в обмане прожил с того дня когда взял вот эту версию что он как я не знаю еще он в этом видит избрание какое-то или же это не о чем не говорит обмирал человек так ли это было верить но люди падки на это я ему выговорил сразу и начинаю молиться если ты православный соблюдай посты бороду не трожь начинай исполнять что в канонах православных написано ходи в храм а в александр христианин он не православный и я его принудил сознаться что не православный но все эти ролики через администрацию как-то там убрал то есть это самый настоящий взлом вот и все как я не могу зачем мое мнение о нем это не мнение а то что было мнение мое такое да благословить его бог я его не знаю как он сейчас но пока нигде не вижу чтобы он что-то изменился не нигде для меня ничего это не было явлено православным жмется там к сергею козлову парализованному даже руку его держит но это можно подойти сказать надо внутренне быть таким православие это истина это не ложь какая-то я адмирал там то другое он отстать от это уже не может потому что за это кормят поэт но и зовут его он ездит по всей стране вот такое дело а это когда умрешь ничего не потребуется никакого мнения о нем моего нету мнения вообще не думаю я должен только молиться да благословить его бог мнение о нем у меня нет никакого я просто перечислил что в нашей жизни это не мнение но вы как я сказал не бредитесь и застегнитесь или похоже на него хотите быть отзыв о православном варианте дня победы лада с липченко ну ладно во первых это я не знаю кто она лада это и так называется родноверцы это имена такие дают они где-то и она о варианте дня победы вот как она пишет стихи плохие интересно у меня девочки мальчик один был в лагере но надо домой вырваться ему и он пишет на письмо то как за это проверка перри иллюстрация так у нас положено я его прочитал перед всем строем кормят плохо как дети завопили да ты что говоришь тут кормят и шоколадные готовит наташа была приходька она просто влюбленная в детей была изумительная работник был старший воспитатель он голову опустил дальше воспитатели плохие ой 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 на дети весь лагерь его промоя да ты что говоришь да с нами сколько возится да ему домой надо он говорит а дальше пишет погода плохая и солнце плохое здесь солнце плохое слово плохое у него надо надо на сцене превалирует выше этого нет ну когда прочитали все дети стою никто не забрал ничего но мнение к нему было отрицательное теперь стихи плохие первую очередь расскажите какие вы еще стихи если вы слышали одно пение это один стих а их три тысячи четыреста шестьдесят семь ну я палладой не могу вас назвать это нет такого имени с липченко но с липченко как будто бы с украина может быть здесь живет какая-то язычница стихи плохие ну и что ну проходи мимо только задумка хорошая ну какая задумка хорошая прочитала предисловие там написано что пришла сестра не на александр джонерова позвонила и сейчас день победы напевается день победы там был далек и дальше но мне охота чтобы были слова божественная по заказу сделал почему об этом не говорите то но музыка уже написано мне зачем музыку то она написана уже у меня таких на чужую музыку всего-то три стихотворения кажется написано второе стихотворение это был конкурс на мотив александрова гимн советского гимна российской федерации я тоже столько же куплетов и я покажу его так мой разве вариант сравнишь с тем болотами которые сергей михалков то написал даже близко не стояли то у него вообще нуль песни о боге писать только не на чужой мотив а чего то решили не на чужой мотив ему бог дал так лучше когда все свое и слова и мысли и музыка то есть не считали не знаете у нас свое это как на костре на лагере лагерь станут степина навозной кучи что может быть круче и ох кричат все если что-то плохого качества лучше выразить себя по-другому себя не через искусство а я не считаю это искусством никаким я не поэт не поэт я пишу о том о чем не писал никто иначе цель миссионерская не достигается людям неприятно ну вы это с липченко не люди а лють один только лють что-то не пойму и все равно у памятника стоит да это вроде положила тут что-то зонтищик ничего не понимаю я про то что написала а людям неприятно ну каким людям назовите что именно неприятно но я тогда решил сразу открыть этот не нравится слова слова плохие ну давайте посмотрим день победы к этим словам не привяжется день победы людям мира невдомек лев иудина колено в гроб возлег интересно тут литературная страница в одной газете выходит и мои стихи взяли и напечатали первое пушкин второй я а потом все остальные которые здесь и которые это пробивал и он говорит ой как трудно ваши стихи проходят я говорю почему ну видите что редколлеги да все они не верят что христос воскрес ну и что не верят прислушайтесь как стонут удивленно горлинах томных с крыши голоса какой восход встает окровавленный и в пурпу продеваются леса это один из куплетов которых они бы не напечатали это всем требованиям всем ямбам строфам подходит ну воскрес христос вот слова сказать я люблю такое стихотворение я иногда молодые это бывает или старая там называет себя поэтами я не поэт сохрани бог я уже лет шесть ну да примерно шесть лет не пишу ни одного стихотворения ни одного ни одной строчки решительно оторвал и все за девять лет написано 9 куплеточных а куплет от 4 строчки то есть 36 строчек в каждом стихе 3467 это 7 пачек которые продаются вот печатая по 500 листов 7 пачек карандашом исписанные ни одной по марке нету я пишу чистого листа как я это вижу и мало того напротив место где которые берут а место писания откуда взята вот одна у меня стихи кандидат наук там каких-то вот она это что такое сравнение сноб стоит прямо а зачем она не понимает писание это взято из биографии иосифа прекрасного то есть библию не знают они не понимают о чем лев с огненком а что это такое одиннадцатая глава исаи откуда мужчина орала то есть у меня везде везде переплетен на священном писании я его знаю вот лев иудина колено в гроб возлег почему лев но лев сарственное животное это иуда это 49 глава яхов когда умирал он сказал детям а она не знает ну как она день победы люди мира невдомек им невдомек то есть они не знают лев иудина колено в гроб возлег день победы не народы всей земли и не ангелы его нам принесли ну где такое еще найдешь то есть день победы который играет на слова рождественского роберта кажется там ничего нету ну порохом пропах ну пропах сейчас пороха нету еще закончилось все день тут порохом пропах хорошо сказано надо что ничего и нету моей у меня все идет на будущее на вечное этот день победы иисус принес разгромив врага воскрес христос такого врага дьявола и сокрушил его и связал его связал его где-то написано евреям 2 14 как дети причастны плоти и крови ты он воспринял он и дабы смертью своей лишить силы имеющие державу смерти то есть дьявола об этом говорится евангелистом от фея как может рассетить вещи если прежде не свяжет сильного сильнейший у него разгромил и младенец до припева чтобы возрос а причем тут младенец они не знают чтобы сделать безмолвным врага и мстителя это написано и из уст детей грудных устроил хвалу то есть дьявол сатана антихрист может все чудеса сделать и воскрешать мертвых будет но чтобы дети кричали осанна вышних этого не будет вот этой фразы единственная грудные дети кричать антихристы не будут сделать его безмолвным он забудет что он христосом под христа будет поиграть то если младенец до припева чтобы возрос какой припев христос воскрес христос воскрес христос воистину воскрес но во втором купете что плохо написано для кого плохо я знаю то сатана вылез его плохо дальше свет спасения долгожданный наконец даровал нам на голгофе страшный крест его ждали долгожданный наконец в кресло рифма есть какая-то немножко все пророки провещали нам о нем солнце гаснет там не вечером а днем ну где ну погасло солнце написано все пророки провещали нам о нем днем не так что любовь кровь ведь и какая рифмовка интересная даже не писать по эти говорили я считал вот если назвать это проповедь в стихах я называю литературном институте в москве там вел курс и левошанин всем давали по одному стихотворение а мне 3 попросили только дорогой которая написал цыганский табор и проще это поэты тут был старейший поэт юдоревич марк иосифович 93 года жил и вот мы как-то беседовали с ним я одно стихотворение прочитал а он всю жизнь поэт до кона шва так от меня отшатнулся это ваше стихотворение почему не пища то эти у меня ни одного такого нет там я прочитал о море рыбацкая шкуна с волнами боролась стремительно крен возрастал смятение росло но раздался внук голос и всех на молитву призвал и дальше когда бой корабль опрокинет пучина а рот поперхнется волной дай боже чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой и все дальше говорится внутри там куплеты которые как именно кто не вышел из каюты и прочее и дальше пост с молитвой неустанно столько лет выводили до христа кровавый след воскресенье день воскресенье даже прах иисус наш милосерд как и вчера не нравится кому это не нравится только дал бы бог раскаяться тот час никогда его ничем не огорчать дух святой на благовестие подвиг на какое пасха вечная а жизнь лишь только миг подвиг глагол рифмуется существительным то часто считать до причастия что огорчать с глаголом видите как а здесь вчера ведь как мало но все таки вот я могу даже вот лев лещенко поет православный день победы сейчас я его включу она же мне по телефону позвонила наша сестра не нажал нервы игры в душе напевается песня и ранее дамек лев и ути на колено в гроб возле день победы и не народ и всей земли и не ангелы его нам принесли этот день победы иисус разгромил врага воскрес христос и младенец да припела чтоб возрос христос воскрес христос воскрес христос свои стены воскрес свет спасения долгожданный наконец даровал нам на колгофе страшный крест все пророки провещали нам о нем солнце гаснет а мне вечера во днем этот день победы иисус принес разгромил врага разгромлю воскрес хстристос ie в Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас у Виктора Николаевича Субтитры создавал DimaTorzok 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 Умнее Бога Вповавшие в монахи Кромсали изречения Христа Повалокли слова его на плоху А измышления свои на пьедестал Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу, а это на так ново Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Куда ни глянь, нас режет его фраза Сначала было это все не так Торговлю убери, молись не для показа Не человека слушай, а Христа Никто не благ, но только Бог один Так почему же, преблагая матерь Персобирает сыну остелим А не заказчик вензели на скате Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу, а это нам так ново Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово От них все холодеет, Судить вас будет слышанное слово. Ну вот так. Слова хорошие или плохие. А вот гимн России, ну это конечно... Так, гимн России. Это наш. Гимн России. Музыка Александрова. Слова Игнатия Тихонича Лапкина. Да встанет из праха, как прежде Россия, Под сенью Голгосской Святого Креста. Лишь в этом спасенье и новая сила Молитвой исполнит по Слову Христа. Отбросим гордыню Безбожных мечтаний. Построить счастливое царство людей. Без Божьего Слова. Все скрыто в тумане, Под кровом приятных, но в живых людей. И спросим прощенье и милость у Бога, Постой и молитвой загладим свой грех. Не нужно искать нам чужую дорогу, Пусть солнце любви посияет для всех. Отбросим гордыню Безбожных мечтаний. Построить счастливое царство людей Безбожьего Слова. Все скрыто в тумане, Под кровом приятных, но в живых людей. Христа воскресенье над Родиной нашей, И звон колокольный нападом звучит, Что может быть лучше, Святее и краше, Довольство и мир милосердия щит. Отбросим гордыню Безбожных мечтаний. Построить счастливое царство людей Безбожьего Слова. Все скрыто в тумане, Под кровом приятных, но в живых людей. Отбросим гордыню Безбожных мечтаний. Закрывай это. Видите, хотел я это, так, еще тут маленько показать. Такие есть вот слова, которые просто не встретишь нигде больше. Слова. Слова песен. Вот. Вот пример к себе своим воображением. Она у нас поется здесь, есть. Просто зарядите. КЛМН. Пример к себе своим воображением. Вот слова какие. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом Стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, Стрельба и яд петля не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их совещания по тайным кабинетам, Моим паролем, кличкой, псевдонимом, Пропитаны обклеены планшеты. Так день и ночь, а стрелы мимо, мимо, Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам Исследуют следы, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мною дой, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед, акриды, А штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине В последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Повторяю. Три тысячи четыреста шестьдесят семь проповедей В стихах вот этих вот. И ни одной поправки нету. Вот когда Пушкин писал где, Он до десятков раз зачеркивал слово Не то, не то. У меня этого нет. Почему? Такое было я встретил только у одного поэта. Его может не все даже и знают. Вот у него много было так написано. Я много стихов могу прочитать. Тут и Яхонтовы. Он говорит, его когда спрашивали, То он говорит, пусть кто-нибудь вспомнит, Кто имеет. Кто знал его. Много он ездил по миру, Переводил с разных языков. И у него настолько легкий стих был. Он прямо сам тек. Это видели все. Зависть к нему была огромная везде. Подумайте, кто из русских поэтов такой был. Вот он один только такой. А что такое можно узнать, что он написал? Много что он написал. Он написал одно сетераштише. Одна из в мире красота, Любви, Печали, Отречения И добровольного мучения За нас распятого Христа. Звать его Константин. Вот кто знает, в следующий раз мне назовите его. С бородкой он небольшой такой. Ну, Богу нашему слава. Спасибо.